Накануне 9 мая, после Дня Победы, в Твери традиционно проходят встречи с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. В школах, домах культуры и на предприятиях чествуют поколения победителей. По традиции в эти дни на территории закрытого акционерного общества «Калининская» проходят экскурсии в качестве почетных гостей, на которых всегда ветераны и дети войны, ветераны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Тему продолжит наш корреспондент. Торжественная встреча участников Великой Отечественной войны на предприятии «Зао Калининская». Для сотрудников хозяйства великая честь и ответственность – встретить поколения победителей и создать все условия, чтобы праздник удался. Дорогие ветераны, наши труженики тыла, дети войны. Мы каждый год готовимся, готовятся наши специалисты, мы вас ждем. Для праздничного настроения играет духовой оркестр. Школьники вручают цветы ветеранам и участникам войны. Сотрудники «Зао Калининская» приглашают всех посетить ферму, чтобы ветераны и участники войны посмотрели, в каких условиях содержатся коровы, чем их кормят, какие новые технологии применяют для того, чтобы в итоге получилось вкусное и полезное молоко. Это замечательное предприятие, где кругом порядок. Заходя на ферму, мы видим, какие коровки ухоженные, чистенькие. И у коровок, ну, как у людей умные глаза, я, пожалуй, так скажу. Сами участники ветераны рады, когда их приглашают в канун 9 мая на различные мероприятия. Так они себя чувствуют нужными современному поколению. Мы всегда выступаем в школах, выступаем патриотическим воспитанием, занимаемся на концертах, выступаем. Нам это очень приятно, мы вспоминаем, где были годы. Верность традициям и преемственность поколений – важные составляющие встреч с ветеранами. За более чем 20 лет проведения таких праздников на «Зао Калининском» удалось понять главное – наследникам победы нужно также сильно любить свою малую родину. Это уже наша традиция, и мы считаем, что чтить заслуги наших героев – это очень важно. Мы должны быть достойны вот этого поколения. Достойны в том, что любить родину свою, значит, защищать ее, все делать, чтобы была продовольственная безопасность, что мы и делаем на своем участке, на своей работе. Встреча закончилась праздничным концертом и, конечно, тостами с заповедом. Мужские родины какую-то силу обнял.